Ну, скажи про стиль, эксперименты и поиск самого себя. Начал вдохновляться своей культурой. Я никогда не думал, что у меня на моей малой родине есть столько всяких крутых штук. Я знал точно, что это будет какой-то формат подкаста, к примеру. Но я очень очковал начать что-либо делать. В Штатах очень круто делать свое имя, чтобы тебя вообще во всем мире знали. Мне очень много чего там не понравилось. Но плюсы развития перекрывают вот эти вот минусы. Ну, рассказывай, как докатился до такой жизни. Блядь, а какой такой? Ну, скажи про стиль. Как ты вообще пришел к нему? Всем интересно, формы такие аналогические вот эти вот твои. Да, я даже не знаю, что рассказывать. Потому что это настолько долгая дорога экспериментов от какой-то вообще максимальной грязи. Типа всякие элементы нечеткие, рваные, точки всякие, прызги, паутины. Это вот так называемый дарклеттеринг, да? Постоянные эксперименты и поиск самого себя привело к тому, к чему привело. Ну, и начал просто стараться делать чище. А чтобы сделать чище, это намного сложнее, чем сделать грязный, да? Потому что весь акцент у тебя идет на всех формах. А формы должны быть интересные, где их брать? Начал вдохновляться своей культурой. Я имею в виду тем местом, откуда я сам. Я сам с Якутией родом. И вот я никогда не думал, что у меня на моей малой родине есть столько всяких крутых штук. Я просто начал смотреть книжки, начал писать маме, что у нас дома очень много всяких, типа, книги по якутским орнаментам, по национальной культуре. Еще что-то вспоминал со школы, что-то гуглил. Вот, и от этого начал отталкиваться. И потом начал замечать, что очень много пересечений, стилей идет, вот, к примеру, с нордическими, да, какими-то штуками скандинавскими и нашими тюркскими. Тюркские — это вот как раз-таки Казахстан, Якутия, Киргизия. Это все тюркские народы, и у них очень крутые орнаменты. И начал вдохновляться ими. Не просто брать, там, взял, типа, скопировал, вставил, типа, зататуировал. Что-то свое привноси, потому что я все-таки не настолько погружен в эту культуру, как, к примеру, местные, да, ребята, которые там вот всю дорогу живут этим, всю дорогу колят, там, такие татуировки или же изучают эти все орнаменты. Я просто начал поверхностно брать их, как-то интерпретировать в мое видение. К тебе вот клиенты приходят, у тебя же, на самом деле, они вроде орнаменты имеют одну общую форму, таких элементов, скажем так, да, но масштабная форма, она вся разная. Ты как-то клиенты эту форму выбирают, или просто они полностью доверяют, и ты каждый раз сам все это придумываешь? Наверное, правильно будет сказать, что мне люди просто доверяют. Я не знаю, почему они это делают. В смысле? Приходят показывать несколько моих работ. К примеру, вот, как сейчас парень пришел, мне показал, наверное, работ моих пять, и они все, блядь, разные. И я такой, что мне с этим делать? Вот, я просто задаю какие-то наводящие вопросы, типа, как ты хочешь, чтобы больше черного было, или больше было негативных элементов? К примеру, вот, как сейчас парень сказал, типа, больше черных. Я такой, окей, я понял. Ну, так, типа, тени добавляем, добавляем, но немного. Я думаю, окей, я понял. То есть, вводные какие-то есть? Да, да, да. Есть какие-то наводящие вопросы, потому что, знаешь, когда человек приходит и говорит, типа, вот, делать, что хочешь, вначале это очень круто кажется, а потом это кажется нереально сложно, потому что ты не понимаешь, что ты хочешь. Все хочу, а все не получается делать раз. Ну, у тебя понятно, что уже на автоматизме это все. Есть какие-то лайфхаки, фишки для начинающих по симметрии именно у тебя? Да, буквально в июне можете подписываться на мой патреон, где я буду все рассказывать по поводу фрихенда, симметрии, моих фишек каких-то. Но если самые такие базовые назвать, это как мерить можно. Мерить можно, соответственно, там, к примеру, вот у меня есть полоска, да, какая-то. Вот есть еще одна полоска. Вот. И мне нужно на другой руке такую же сделать. Просто меряешь, вот к моим кончикам берешь сюда, замерил, примерно там на глаз, да, посмотрел. Так вот сделал. Ну, там условно вот он полоска, да. Вот так вот замерил. А с пальцев, короче. Ну, типа того. Или же есть еще круче штука. Есть вот такая вот хуйня. Это типа ручка такая, да, с таким штангенциркулем. И очень просто. Такс, такс. А ты прямо заморачиваешься настолько, что с этой штукой работает. Иногда надо. Не всегда, конечно, это приходится делать, потому что порой это просто не видно, вот эта вот разница там миллиметра какой-то. Сколько слоев обычно фрихенду делаешь до финальной работы с наброска? Обычно три. Треть это вот как сейчас завершающий уже идет. А ты что-то шифруешь туда, или это всегда просто орнамет, или все-таки есть, допустим, какие-то исключительные работы, где есть какие-то буквы прослеживаются? Раньше было. Сейчас нету. Сейчас, наверное, больше есть всякий прикол с рунами. Когда я просто вплетаю различные руны внутрь эскизов, их на первый взгляд не увидишь. Так, к примеру, я тебе сейчас покажу. У меня на голове вот татуировка. Там тоже там три или четыре руны, я уже не помню, я давно делал. Но как бы на первый взгляд, кажется, просто орнаменты. Вот такие штуки иногда делаю, когда народ приходит, который шарит, он такой, я хочу вот это. Я такой, окей, давай как-то придумаем, вставим. Ну и твой стиль легко адаптируется под такие формы, да? Да, потому что мне это, во-первых, интересно, и это каждый раз, знаешь, как какой-то вызов, что ли, сделать что-то нестандартное. Мы с Громом на эту тему тоже общались, что ему иногда не хватает того, что народ приходит такой, я хочу там слово какое-то или буквы. А когда приходит такой человек, он такой, блядь, вот это будет сложным, но интересным. Знаешь, как... Это очередной вызов просто для самого себя. Но на вызовах и растет стиль, получается, на таких? Да не, он растет от множества факторов вообще, от того, насколько ты сам погружаешься в него. И какая у тебя цель стоит. Если, типа, там цель каких-то денег заработать, то... У меня плохие новости, блядь. Это глобально сейчас, да? Да, да, да. А если именно больше поглубляться в то, что ты делаешь, хотеть это просто делать больше и больше и больше, у тебя он сам по себе будет развиваться. Знаешь, это как органический рост такой получается. Хорошо, а у тебя у самого глобальная цель какая? Тогда в этом во всем можешь поделиться? Слушай, мне очень нравится вот эта вот пафосная формулировка, которую используют все бойцы UFC. Это мое наследие. Типа, мне очень нравится эта формулировка. Конечно, сильно пафосная для меня. Что-то охота сделать такое. Самый банальный пример. Трушполька всеми нелюбимая, да, казалось бы. Но семейная пара запечатлилась в тату-индустрии навечно. Они сделали то, что типа по сей день народ спрашивает. И вот что-то такое фото сделал. Хотя это по сути же у них там реализм какой-то. Реализм с какими-то элементами. Но они добавили что-то новое. Они сделали что-то свое, да. И такое же, наверное, хотелось бы в конечном итоге достичь. Это прям такие утопические... Чтобы все-таки, о, у тебя целью ростировка в стиле бойка, да? Чтобы узнаваемый почерк был, конечно. Он у тебя уже есть, я думаю. Он есть, но, типа, знаешь, это вот эта вот дурацкая черта у художников, когда ты делаешь, 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 и такой, блин, хуйня, хуйня. А уже больше у тебя одобрения от людей, больше там заявок каких-то. Ты видишь, что народ нравится, но ты такой, да, ешь, до сих пор хуйня. Слушай, ну вот это самоедство какое-нибудь. Ну, типа, да, и причем ты пытаешься его как-то искоренять, но оно не искоренится, мне кажется, никогда, ну, чтобы полностью, знаешь. А оно, мне кажется, не должно искореняться. Это же есть двигатель твоего прогресса творческого. Один из, один из. Да, да. Поэтому мне кажется, что наоборот, если он пропадет, это такое большим минусом будет. Что по плану у тебя сегодня? Вот две руки. Сколько ты хочешь сегодня сделать? Какой план на работу? Сколько вообще сеансов тебе надо на такое? Два-три. Я довольно быстро работаю. В этот раз я думаю, что мы уложимся в три сеанса. Считаю, почти два предплечья в круг. Я бы мог сделать за два, но когда я увидел сегодняшнего клиента, и я такой, это, по ходу, три. Ну, типа, просто зависит от размера человека. Ну, вот буквально я тебе показывал на перерывчике работку, которую я сделал на прошлой неделе. Чувак моей комплекции, я ему почти всю руку. Ну, две трети руки, даже три четвертых руки, да, три четвертых руки я ему сделал за два дня. Мы еще потом посмотрим, как ты именно работаешь, поспрашиваем у тебя там про базовые какие-то вот эти тупые вопросы про иголки. У меня аж прямо это иногда, мурашки, знаешь, как выворачивать начинается, я слышу. А чем красишь, а какой вольташек? Блин, какая старая вот эта вот тема с этими всеми иголками. Ты когда до сих пор люди такие, а, спроси, блядь, вот это ты думаешь? Серьезно? Серьезно? Тебе пишут, чтобы ты спрашивал своих гостей вот так. Да, да, да. Не, ну это прям вообще жестко на самом деле. Типа, я помню этот прикол, когда я еще не занимался татуировкой. Я попал в эту индустрию уже, в Иркутске живя. И я помню, как моих коллег, которые делали уже татухи, я делал пирсинг. Их заебывали уже тогда, это 2015 год. Их уже, типа, заебали с этими вопросами. Типа, бля, какой вольташ у тебя? А какой тачка? Какая иголка? А гнешь иголку? А резинку используешь или не используешь? Ну вот скажи самую интересующую историю, по крайней мере, меня точно. Как ты стал блогером? Ох, это прям, я не знаю, ты как будто плюнул меня. Да не знаю, у меня почему-то очень хуевые ассоциации со словом блогер. Хотя в целом мне нравится вообще движок YouTube. Мне всегда нравились блогеры, но не такого формата, знаешь, там, кривляться, что-то делать, а именно, которых интересно послушать что-то, вдохновиться, набраться какой-то информации интересной. К примеру, там, вот мои самые любимые, их даже блогером это нельзя называть, это вот Куджи. Знаешь, может, такой подкаст, нет? Вот Куджи, это вообще на репите постоянно, я переслушиваю их старые выпуски. Вдохновившись вот этой всей движухой, я купил камеры, мне потренили там первую даже гофрошку мою. Но я очень очковал начать что-либо делать. И я знал точно, что это будет какой-то формат, там, подкаст, к примеру, потому что мне он нравится в целом. Мне казалось, что это намного легче, чем это оказалось. И все, как-то вот оно пошло, поехало бы чуть-чуть. Времени мало, на это, к сожалению, хочется больше. Нужно делегировать это, там, к примеру, монтаж даже, да, вот мы что-то. Ты сам пока все делаешь один? Все делаю сам, потому что, короче, сначала начал делать сам, разбираться с этапами вообще, чтобы какое-то видение у меня было, как я это хочу делать. Потом, когда я выпусков пять выпустил, я такой, так, я хочу постоянно их выпускать. И нужен человек. Я нашел человека, он работает с известными всякими чуваками, тоже блогерами там. И мне вообще не понравилось с ним работать. Вот прям вообще не понравилось. Это кардинально не мое было, не то, как я себе вижу канал. Все не так было, вообще все не так. Я понял, что, видимо, лучше самого себя никто не сделает. И все, я снова начал делать это все сам. И поэтому сейчас выпуски стали реже. Зато я каждый раз, когда я их выставляю, я такой, так, вот это заебись, вот это не нравится. Ты, короче, такой же, как я, приверженец того, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну, типа того. На самом деле, я был бы очень счастлив найти человека, который мне будет монтировать так, как я хочу. Я готов за это платить деньги, и я считаю, что, типа, довольно хороший. Потому что, если суммарно, как я планировал вот с тем чуваком, выпускать там четыре ролика в месяц, по сумме это получается такая нормальная зарплата обычного человека, да? Хотя он потратит там, по сути, кусочек своего времени, он же, может, параллельно кучу всего висит. А я, типа, готов был платить хорошо, чтобы мне это делали быстро и качественно. Но я платил до хера, а на выхлопе было все, что меня не устраивает. Сейчас с переездом в Америку там появится еще несколько форматов у меня интересных. В принципе, сейчас уже вот-вот появится новый формат, который будет на английском. И уже в Штатах будут прям вообще-вообще другие форматы, то есть которых не было у меня на канале. О, прикольно. Рассказываешь немножко поподробнее или пока не будешь светиться? Особо не хочу пока светиться, потому что это все время меняется именно концепт. Но это также будет связано с алкоголем, как и, в принципе, идея Игорь Дринка. А может какие-то есть инсайды, кто следующий гость, у тебя будут какие-то выпуски вообще планировать интересные? Вот из инсайдов, я не знаю, когда этот ролик выйдет, но у меня, возможно, уже вышел, когда вы все смотрите это, ролик с Юлианом Зибертом вот на английском языке, как раз-таки подкастик выйдет. О, круто. Да, очень классный чувак, очень френдли, ужасно мой английский, и все вы кайфанете, ребятки. Как можем, пока как можем. Да, но там я сам дурак, в том плане, что я просто очень сильно переволновался. Типа первый подкаст на английском, у меня все там из рук вон шло. Но ничего страшного, я понял, что я, точнее, вспомнил свои первые подкасты даже на русском. И я такой, ах, это явно не хуже этого, поэтому нормально. А были какие-то осечки, да, вначале? Вот, и что, у меня три выпуска не вышло. Я снял три выпуска с прикольными ребятами, и они не вышли, и не выйдут. Первое, что я помню, вот на одном выпуске проебался со звуком. На втором выпуске проебался с камерой. В третьем выпуске, я не помню, там, проебался как ведущий, типа, ну, совсем, короче, плохо было. А, четыре выпуска, четыре выпуска, четвертый даже один был снят в Америке, тоже с известным артистом, но я его не буду выставлять, я уже такой думаю, эх, изыду. Раз уж ты сам заикнулся, давай, про переезд в Америку. Чем тебя не устроила Германия, почему Америка, и как ты решился на этот интерес? Блин, на самом деле, я очень хотел снять, да до сих пор хочу снять ролик на свой канал по поводу этого переезда, но там, наверное, более развернуто будет, поэтому очень страшно. Я не могу сказать, что меня не устроила Германия. В целом, у меня, могу сказать, чисто за себя, у меня все хорошо здесь было и есть, и надеюсь, будет, потому что я за это время встретил, типа, крутых друзей немцев, и я прям вообще в восторге от жизни вне России. Но тут надо сразу помарочку сделать. Я, там, не бежал от войны или еще что-то, я начал делать документы еще до войны. То есть я сюда, в принципе, хотел ехать, и у меня уже заранее была, типа, найдена, там, квартира, у меня была уже компания моих друзей, которая не связана с татуировкой местных, да? Это очень крутой опыт. Как по мне, я могу советовать всем смело хотя бы какой-то кусок своей жизни, пока молодые, да, там, попробовать пожить вне своей страны, неважно, откуда вы там. Просто это настолько тебе оставит порой в некомфортную обстановку, тебе нужно из них выкручиваться, вот из этой, короче, ситуации, которая может возникать здесь, и тем самым ты растешь как личность. Это очень классно. Я могу точно сказать про себя, что я за это время помудрел, уже надо же так пафосно тоже сказать, помудрел в том плане, что я уже не такой вспыльчивый, не такой импульсивный человек, как я был до переезда сюда. Сейчас уже, знаешь, ты думаешь, а точно ли стоит так делать? Поэтому как-то так. А насчет Штатов, это не секрет. Моя жена всегда хотела жить там, а я всегда хотел жить в Германии. Вот, а мы встретились в тот момент, когда я уже делал документы сюда, и я просто ее спросил поедешь со мной, она такая, да, мне, типа, Германия интересно. Мы переехали, за два года, короче, я тут кайфую, а она все равно смотрит в сторону Штатов. Мы съездили в том году, в августе-сентябре, в Штаты. Мне очень понравилось. Понравилось не с той стороны, которой нравится Европа. Здесь очень красиво, здесь классно развиваться, головой, знаешь, как-то меняться, типа, стиль качать. В Штатах очень круто делать свое имя таким, чтобы тебя вообще во всем мире знали. Знаешь, как мне корич сказал с Питера, когда я говорил ему, что все, мы переезжаем в Штаты, он говорит, ну, после Штатов только на Луну. И я с ним полностью согласен, то Штаты далеко не самая лучшая страна. Вообще, мне очень много чего там не понравилось. Прям вообще сильно. Но плюсы развития перекрывают вот эти вот минусы. Что, где будешь там жить, где работать? Мы переезжаем, как ни странно, в Лас-Вегас. Жизнь бы не подумала, что я буду в Лас-Вегасе. Он говорит, мы переезжаем в Лас-Вегас в студию Ордаментал Тату. Это от паблика Ордаменталика, может, кто знает, кто-то нет. Илья Каскад есть такой чувак, очень классный. А, ну, сейчас же есть с ним интервью на канале, заложил. Да, да, ну, по подкасте, когда мы с ним записывали. Вот они живут уже там, что, года четыре, наверное, получается, где-то так, в Вегасе. И когда мы были, соответственно, у них в гостях, они нам предложили очень классные условия. Мы такие, а почему нет, как говорится? Решили попробовать сделать документы. И что-то у нас так легко получилось их сделать, что меня даже это немного напугало, что как будто бы, знаешь, все дороги идут туда. Ну, и, соответственно, его жена Наира. Тоже нельзя ее не упомянуть, потому что они два полноценно равноправных владельца этой студии. И она очень классная, и они друг друга дополняют. Так скажу. Хотел у тебя спросить еще. Ты же прям очень активно делал холсты, артворки, футболки. Когда ждать нового стаффа? Ой, блядь, не скоро. На самом деле холстов очень много дома, которые я сейчас раздарю и распродаю остатки. Снова же все связано с переездом. Ну, и шмотки. Очень хочется. Я несколько раз сделал уже пока за время, что мы в Европе. Но я просто их раздарил или там по Дишману распродал. Потому что мне не понравилось, как получилось. То, что я хотел делать, получалось очень дорого. Короче, я такой, ладно, отложим в дальнейшем пока же. Ну, сейчас в штат переедем, может быть, с 21-ой точки. Но снова же это, видишь, вот мы с тобой говорили, Patreon, YouTube, работы, там какие-то сайт-проекты. Я не знаю, как себя на все это распределить грамотно. Слушай, ну у тебя есть какие-то все равно творческие планы, допустим, какое-то либо свое ателье открыть, либо заняться всерьез производством одежды, и на таких грандиозных вообще мыслей нет пока? Нет, у меня есть идея тоже. Все связано с алкоголем, но это в ближайшие три года нереализуемо. Вот, поэтому посмотрим, как дальше пойдет. То есть мне хочется что-то сделать помимо татуировки. Вот с татуировкой мне нравится, вот сам процесс до сих пор, все это кайфу, классно развиваемся. Там на конвенции покататься по миру, миру посмотреть, себя показать. Для татуировки это мой YouTube-канал. И сейчас еще и Patreon, блядь, будет. Поэтому, мне кажется, этого вполне достаточно. Ты много конвенций посетил? Какая тебе запомнилась больше всего? С кайфанул, не знаю, какая, может, прикольная прям была самая такая, на твой взгляд? Есть три конвенции, которые мне сильно нравятся. Это God of Wings. Это в том году я был, в этом году я не попал, но уже по причине переезда. Переезд прям рушит мою жизнь, как будто бы. Брюссельская конвенция, которая проходит в ноябре каждый год, она прям вообще разъебка. По мне, одна из самых интересных. Просто можно погулять, походить, став какой-то купить, сам город классный, пил классный снова же. Мне кажется, любая конвенция в Китае. Я был на одной, очень давно, это год 2018, наверное, был. Она мне пипец заполнилась, хотя это по меркам Китая считается, что вообще колфозная была конвенция. Вот это кайфанул от чего, от организации, либо от состава? Организация, сам процесс всего происходящего, это, знаешь, как будто бы соревновательная эту же часть. Прикольно, как готовятся сами ребята из Китая. То есть, они на каждый день делают разные стикеры, на каждый день разные, понимаешь? Каждый человек делает по три там вида условно стикеров на один день. В следующий день приходишь, у него их уже нет, у него три других вида. Так, окей, через день еще раз такая же куйня. Баннеры, модели зажившие приходят, стоят возле боксов, ты можешь все рассмотреть вживую их работы. Это был 2018 год. Что мне еще нравится? Мне нравится у них призовая составляющая. Если ты взял конвенцию, ты там миллион, например, рублей на наши можешь получить. А ты там бабками выиграешь. Да, и типа, тебе выносят только брикет денег, понимаешь? Ты такой, вау, ну это прям очень круто. Прикольно. И да, и ты знаешь, это не один там условно приз на всю конвенцию, как это часто бывает. Их несколько разные. Какие-то там с полусородства разыгрывают на какие-то местные бренды, которые, знаешь, тебя завали там иблоками до конца твоей жизни именно. Ну, прикольно, короче, мне очень понравилось. Мне понравилось, как они каждый вечер, автопати у них. У нас автопати, мы идем просто там в лучшем случае в ресторан какой-то, да, и то, скорее всего, все сами по себе. А там вот огромной толпой снимается какой-то охренеть огромный там ресторан. Им всей толпой идет, идем туда, и счет оплачивал владелец конвенции. Да? Какая-то, то есть все бесплатно делается? Да. Я тебе говорю, там было очень круто. И я тогда вообще делал не татуировки, блядь, охренел какую-то. Вот, и только-только летринг начал что-то изучать, да, это очень отдаленно. Прям вот только-только-только. Истории какие-нибудь были у тебя на конвенциях такие? Забавные или курьезные? Когда я нахуячился? Не, ну, вот такой, да, думаю, что было что-то интереснее по-любому. Ну, это явно, явно было. Бля, я знаю несколько историй, которые связаны с другими людьми, очень смешные, очень, но я не буду их рассказывать, чтобы этих людей не были. Без имен. Бля, есть у нас один знакомый чувак. Короче, это на бруссельской конвенции тоже было. Мы только что-то бухали, все весело, и вечером разъезжались, и такие, все, давайте там встретимся, вот в этих отелях. О, ты же был на этой конвенции. И наш общий знакомый чувак такой, да-да-да, вы, ребята, езжайте, я сейчас чуть-чуть попозже приеду. Мы такие, ты точно справишься, а он уже бухой был. Он такой, да, все, ези. Телепортируемся в следующий день, приезжаем на конвенцию, смотрю, этот чувак весь помятый, прям побитый, блядь, жизнью, как будто бы. Я такой, блин, братан, что случилось? Такой, да пиздец, вы вчера уехали, я там за девочку ухаживаю, 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 ухаживаю. Все, что-то не, короче, не срастается. Он такой, ну все, домой пора ехать. Не домой, а типа в отель к ребятам. Смотрит, телефон сел. Он такой, блядь, ладно. Зайду на конвенцию, заряжу телефон. А это уже время было, когда всех с конвенции уже выгоняли. Он пытается туда пройти, ему говорят, нет. Он говорит, там телефон, они такие, ну типа, сорян, нет. Его уже не впускают, он бухущий. Он такой, ладно, сейчас я разберусь. У него котлеты, денег в кармане, большая. Он выходит, короче, впервые, я так понял, что он был в Брюсселе. Выходит на дорогу и такой, а подойти? Он просто ночью, никого нету. Хуячит дождь, холод. Это, ну, конец ноября уже холодно в Брюсселе. Он не знает, что его делать. Никого не осталось, сиваясь. Короче, он такой, ну, хули делать. Нашел какую-то картонку. Нашел картонку, нашел вторую. На одной лёбе, на другой укрылся, где-то там в гаражах, рядом с конвенцией. Он говорит, вижу, у меня, блядь, огромная котлета, денег. Я говорит, не знаю, что мне делать, блядь, связи нет. Охуенный. Охуенный, просто. Ты понял, да, блядь? Да, я понял никого тут в моменте. Да, блядь, обожаю его. Вы стоили на все бабки, на самом деле. Да, он охуенный, чел. Я знаю, что он будет смотреть, узнает себя. Чувак, я тебя обожаю просто. Это просто охуенно. Не, ну это сильно, на самом деле, сильно. Да, блядь, на картонке. В целом, в его стиле. Да, на картонке спать, блядь. Это, наверное, самая такая забавная история. А какие планы у тебя на конвенции? В этом году ты уже решил, что в Штатах будешь участвовать сразу? Уже есть какие-то, ну, запланированные... Я уже заявлен в нескольких конвенциях, да. Скажи подробнее. Ой, на самом деле, я прям, я в принципе люблю очень конвенции. Я вот из того класса татуировщиков, которые такие, бля, конвенция охуенно. Мы едем сразу в августе. Я должен был в июле уже ехать в Денвер на конвенцию, но там не получается. Чуть-чуть не срастается. Август месяц. Феникс. Конвенция называется Фелл-Сити, что-то такое. Феникс в Аризоне будет. Потом у нас в сентябре Голден Стейтс, ВЛМ. Потом у нас в октябре Нью-Йорк. Если что, потому что там их несколько. Ну, вот, короче, которая в октябре будет проходить. Райан Эштем мне писала, предлагала на ее конвенции участвовать. Я сказала, давай. Я говорю, а что за конвенция? Она такая, я тебе скину и езжу долго. Я даже не знаю, на какую конвенцию поеду. Какая-то в Колорадо. То есть ты нормально уже так заведел заранее себя? Никогда не было мечты с ним жить там в Штатах. Но, коли такая возможность появилась и желание появилось, я очень хочу поколесить по Штатам как можно быстрее. Не оттягивая это. Поэтому я сейчас приеду, там быстренько получу права, куплю тачку. Тачку сразу буду покупать большую. Чтобы и собаку, и кошку, и жену с собой врать. И мы сразу будем по конвенции, по всей этой штуке, например, там до Нью-Йорка. Конечно, логично на самолете, блин, тебе там 4 часа 5. Ну, я хочу проехать на тачке 3 дня. Мне вообще в кайф. Типа, люблю дорогу, всю эту тему. И почему нет? Посмотрю, как это будет. По крайней мере, план такие. Типа, именно прям покататься. Еще на Аляску хочу съездить, на конвенцию. Все, желаю ничего успеха, чтобы на всех победил. Ауф. Раздал стиля. Ауф. Скажи, пожалуйста, это рандомно, вот эти пробелы всегда оставляешь? У тебя уже в голове есть понимание, в каких вот участках это на общем эскизе будет. И где там загрузить немножко им, и где разбавить. Да, есть какое-то понимание, но оно настолько уже на автоматизме, что я даже не думаю. Я просто делаю. А до этого, когда думал еще, как ты... Я их рисовал. А, ты рисовал сначала. Да, то есть я прям дорисовал, к примеру, весь фрихенд. Потом я царапал так же всю руку. Ну, к примеру, если мы говорим про руку. Я их нацарапал. И сверху по нацарапанному я раньше использовал маркера один раз. То есть для каждого клиента одноразовую, так сказать, маркера покупал. Сейчас я уже так не делаю. Ну, в смысле, я не рисую, по-моему, блядь. Сейчас я не украшу. Я экономлю, блядь. Уже есть какое-то понимание, как делать, куда их делать, почему их делать. И все на опыте, короче. Ну, это типа того. Тебе интереснее делать большие проекты? Ну, в плане, там, прям, бэкпис, там, или полная нога в круг, либо что-то такое более локальное. Тебе за раз, знаешь, плеровка. Да, конечно, большие проекты круто. Потому что ты их строишь, 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 и в том, когда доделаешь, ты такой, вау, какой я молодец, кому словно. Вот. Выставлю в инстаграм по вьюбу. И, знаешь, к сожалению, я не знаю, почему так, но у меня не особо прям много огромных проектов. Люди часто ко мне стали сейчас приходить, там, каверить что-то, что мне очень нравится делать. Например, рука, ну, максимум, там, спин я за всю жизнь делал, там, раз-два я обчелся. Ноги, то же самое, если выставлю, я очень много рукавов сделал. Рукава, груди, шеи, блядь, ну, классика. Кисти, очень часто приходят кисти. Мне нравится тоже. И как-то это в один момент так получилось, что я выставил, там, пять, что ли, кистей подряд. Тут так совпал просто. И все, у меня после этого народ на кисти постоянно стал идти. Поэтому, конечно, если есть возможность ебануть какой-то большой проект, я только за. А какая часть тела тебе больше всего нравится своему, рабоческую часть? Колоть? Да. Сложный вопрос, потому что раньше я бы, там, знаешь, шея, лицо. Блядь. А сейчас как будто бы там делаешь долго рукава, соскучился там по шеям. Делаешь долго шеи, такой, бля, устал, хочу рукав, там ногу хочу. Наверное, все мне нравится, но кисти, наверное. Кисти, наверное, самое мое любимое место для токировки. Возможно, это просто еще играет роль, что мне очень нравится, в принципе, сами кисти. В принципе, как элемент, там, рисунка или просто часть тела человека. Прикольно выглядит. Я думал, сейчас будет камин-аут и такой, ебать, я фетишусь. Ну, нет, не настолько они мне нравятся, конечно. Но прикольно, что я вот даже в работе, когда я там фотографирую, к примеру, шею или там голову или еще что-то, я пытаюсь в кадр кисти запекнуть. То есть прошу человека как-то руки сделать, особенно если там красивое что-то сделать, потому что это просто дополнительный такой элемент, какую-то фишечку придает. Мне прям нравится. Сейчас все фишки вам, блядь, расскажу, будете, блядь, так же делать. И на Патреон не подпишутся. Да, пиздец, блядь. Буду сидеть там, один куковать. Ты миксуешь иголки, все работаешь магнумами, шейдерами, лайнерами, да? Да. Да, я не могу работать чем-то одним или чем-то двумя, мне нравится работать всем. Ты знаешь, как будто себе руки связывает. Типа, если у тебя есть элементики какие-то, которые, вот как, к примеру, вот здесь. Я вот сейчас крашу кусок, вот его типа мне удобнее РСК сделать было, чем вот еще большим магнумом здесь аккуратно подлазить. А вот этот, если я сейчас залезу РСК, я его мажу, и он будет типа, ну такой толстоватый. Я вот сейчас здесь докрашиваю эти куски, возьму 3RL и быстро подкрашиваю. Зато это будет тоненько, элегантненько. Слушай, ну я смотрю, что все больше, на самом деле, клинингистов, даже и Стасик тоже, значит, РСК использует, а ты и я тоже, и Клининг с вами тоже юзает. Они все-таки к РСК относились очень так, знаешь, как-то скептически. Я, кстати, вот эту вот тему никогда не понимал. Я всегда РСК любил, возможно, и все тянет с тех времен, когда я думал, что реалистом буду. Когда реализм весь колол, там, черно-белый, цветной, мне прям РСК очень часто помогали, ну, как и все реалисты их любят. Ну, не все, но большая часть. Поэтому я, когда начал делать что-то вот такое, как я сейчас делал, там, летринг какой-то, я использую все техники, которые понабрал за все годы, что я до этого колол, все подряд. Реализм, графика, он вскул. Бэкграунд помогает в любых стилях. Да я считаю то, что первый вообще год-два ни в коем случае нельзя там делать только один стиль, типа, знаешь, все, я буду сейчас стиле повалить. Первый год-два, мне кажется, надо колоть вообще все подряд. Ты можешь выставлять там в свой основной профиль что-то одно, вести какой-то параллельный профиль со всем, потому что ты научишься, во-первых, все делать. Потом, когда ты придумаешь что-то свое, возможно, тебе будет не хватать какой-то техники, например, там, мягкого грей-воша. Я вот смотрю, очень многие орнаменталисты, когда делают грей-вош, ну, это грязь, это прям, ну, просто очень плохо. У меня не хочу уебоваться, но у меня, типа, я не могу сказать, что есть проблемы с грей-вошем, я могу его мягко сделать, могу сделать грубо. Тупо из-за того, что очень много, там, времени потратил на вот этот реализм грей-вош. Просто видишь, что так получилось, что я в Иркутске начал колоть. В Иркутске все опаздывает года на, там, условно, два-три, в отличие от того же Москвы и Питера. Ну, там, стили, техники, оборудование, вся вот эта вот ерунда. Сейчас, возможно, нет, но, по крайней мере, так было, когда я вот начинал там колоть какой-то год, 16-17, 17, наверное. Возможно, сыграло роль, что я с ребятами работал, которые сильно меня старше, и которые вот прохавали все, можно сказать, в нашей индустрии, там, знаешь, когда, там, чуть ли не иголки-то сам паясь. Они, соответственно, меня тоже заставляли много еще делать, типа, из серии, как, я такой, ну, надо роторов покупать, они такие, ротор, говно, вот индукция, надо начать колоть с индукции. Я такой, ну, вы, блядь, наверное, знаете, лучший, купил индукции, но сами они уже роторами кололи. Ну, это тетро. Да, ну, типа, естественно, мне это не нравилось, но я долго на индукции вообще делал, я даже реализм на них еще начал делать. А ты же делал леттеринг все равно такой более буквенный, да, скажем так, до этого, ну, даже более буквы. Леттеринг, буквенный. В последнее время было сложно назвать прям непосредственно леттерингом в классическом понимании, да, в самом большом моментальном. Переход проходил как от стиля, потому что у тебя уже была база, которая знала твой стиль, любила его, и тут начинаешь делать что-то новое для себя, для всех остальных. Это один из самых, наверное, интересных моментов, потому что объяснить человеку, который видит твои работы и приходит к тебе на сеансы, ты говоришь, ну, будет почти так же, но по факту вообще другое. Очень тяжело объясняется, но мне как-то очень повезло, что у меня понимающие были ребята, я старался изо всех сил объяснять, что я хочу делать, что это будет отличаться, но это будет классно. Мне повезло, что мне люди доверяли, поэтому он относительно безболезненно прошел, но, конечно, я терял часть аудитории, сто процентов. Но в целом клиенты были податливые, да, нормально все? Возможно, из-за моей пиздлявости, типа, я очень люблю попиздлять, и, возможно, как-то получалось прибалтывать людей, но никто не залил по окончанию, да, условно, все довольны тем, что то, что получили, и я доволен на тот момент был, да, и классно, классно, что на моем пути такие люди встречаются. А ты как-то делал еще, когда переход в стиле у тебя был, ты делал, допустим, бесплатных моделей для популяризации своего стиля? Да я почти день делал. Порой, когда я понимаю, что мне надо чуть-чуть что-то изменить от того, что я делаю обычно, у меня есть там люди какие-то, да, или же я могу вообще стори сделать, это редко бывает, очень редко, потому что там начинается, знаешь, ну, сербор прям вообще, очень много народу пишет. Там человек может записываться на одно, мы что-то общаемся, я понимаю, что мне человек подкидывает какую-то идею, я говорю, ее можно реализовать немножко иначе, то есть не как обычно. И когда человек, я вижу, что готов согласиться, а я уже загорелся, но он еще сомневается, я могу сделать жирную скидку, могу сделать предложение вообще бесплатно, если это какая-то небольшая одна сеансовая работа. Ну, чтобы, знаешь, как-то разбавить мою ленту и что-то сделать новое, потому что скучно, тупо скучно, у меня охота делать одно и то же. То есть ты всегда в поиске нового чего-то? О, да. Где-то еще черпаешь вдохновение, чего-то уже более нового, чтобы расширить горизонты, границы вообще видения, но смотрит все. Да, меня сильно вдохновляет, во-первых, мир, в котором я еще очень так размазанно сказал, конечно, но что я имею в виду? Типа, вот банально, я живу в Берлине, и за вот эти два года, что мы здесь, на меня сильно повлияла граффити-культура. Ее почти не видно в татуировке, но она есть здесь, это можете прям быть уверены. Потому что, когда ты это постоянно видишь, ты впитываешь, у тебя идеи появляются какие-то, и даже если это не в самой татуировке, то как минимум в презентации моих работают. Помимо этого меня вдохновляют люди, которые ко мне приходят. Есть татуировщики, которые меня сильно вдохновляют, которые делают вообще другой стиль, и мне просто нравится за ними следить, как за какими-то интересными персонажами. Я смотрю на них, я такой, сука, я хочу так же. И меня это заряжает, и как-то появляются новые идеи. Бабал на тебя сегодня сколько вкрасить вообще вот так вот черным? Ну, наверное, я бы еще вот эту сейчас докрасил, вот эту часть сделаю. Наверное, все. У нас два дня подряд, поэтому я не тороплюсь, я спокойненько крашу. И у нас три сеанса на две руки. Мне этого вполне себе достаточно. Мы сегодня большую часть времени потратили на рисунок. Как это обычно и бывает, что ко мне приходит клиент, кинфян два дня подряд. Первый день мы почти весь день рисуем, царапаем и чуть-чуть красим. Обычно с 12 до 7 вот работаю, и потом все по домам. И на следующий день уже добиваем все. На конвенциях там скорость, к примеру, еще больше вырастает. Я могу за день там ебануть, я не знаю, почти вот всю внешнюю часть, как сейчас я сижу, смотрю на руку, я бы мог на конвенции ебануть. Но эта ультра скорость на конвенции потом аукается на здоровье, на выгорание, на многих факторах. Интересно, а ты ловил выгорание вообще за свои творчества? Постоянно, постоянно ловлю. Как справляешься? Вот, как я справляюсь. У меня последний видос, который на канале есть, этот смокинг рун с девчонками из Нюрнберга. И там тоже был вопрос про выгорание. Как ты справляешься? Я говорю, вот ты сейчас прямо находишься в моем справлении с выгоранием. То есть это ютуб-канал, ютуб-канал какие-то немножечко отстраненные от татуировки дела. Как-то, возможно, связанные с татуировкой, но они напрямую, знаешь. Вот банально, как мой канал, мы там говорим о татуировках, но не делаем их. И не учим никого делать татуировки. Но мы как бы все из этой дежурки. Поэтому как-то так, да, справляемся разными способами. Расскажи немножко подробнее про смокинг рун, что это за формат, как ты его придумал и почему он появился как новый формат, отдельный от основного. Смокинг рун – это тоже подкаст, только в который приходит не один гость, а сразу два. И мы сидим, разгоняем, не по поводу моих гостей рассказываем, да, их там опыт или что-то, я пытаюсь из них вытянуть. А мы обсуждаем разные топики. Каждый из гостей приносит одну, две, три темы. Ну, мы сидим просто их обсуждаем и там смеемся или плачем, я не знаю, что-то такое делать. Вот такой вот формат. Как я его придумал? Я его придумал за счет того, что мне нравится Данила Поперечневич, классный блогер. У него есть формат, который называется Self Space. Вот, это довольно подобный формат, только там два постоянных ведущих и один гость. У меня получилось один постоянный ведущий и два гостя разных. Ну, просто вдохновился вот у чувака таким форматиком. Да, ребята, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Сердечки, колокольчики. Сердечки, пальцы вверх, все дела, комменты оставляйте. Чем обычно ухаживаешь, заживляешь? Стречем или с секонд скином? Комплиментами. Секонд скин просто тупо не подходит для формата моих работ. Ага. Вообще. Потому что много сочится? Да. А на второй день пробовал клеить? Не будет. Блэкворк, так зачем? У меня в основном это работа всей, это Блэкворк. Поэтому бессмысленно. Реклама 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 Субтитры создавал DimaTorzok